Один преподаватель, одного преподавателя очень достал один студент. Ну, прям вот, знаете, он... То есть у него есть какие-то чувства? Да. И одно или несколько? Несколько. Ну, давайте по-петражитскому. Значит, у него есть несколько чувств. Поаплодируйте, пожалуйста, кто за обвинительный вердикт преподавателя. Спасибо, до свидания. И мы сейчас проведем небольшой тренинг для закрепления того, что я сейчас вам проговорил. Я не повторю ошибки прошлого года, когда я продемонстрировал здесь право нарушения, ну, такое... Попытался продемонстрировать право нарушения, потому что потом все меня за это пинали. Говорит, ну, зачем ты залез на стол? Я в этом году так не буду делать. И вообще в этом году я буду очень аккуратен, потому что у вас очень тонкая психия у вашего потока, по крайней мере, части вашей души. Идея такая. Я сейчас расскажу кейс и вас попрошу написать на листочке, есть ли состав правонарушения в этом действии. Это действие преподавателя. То есть я проговорил кейс, и вы потом должны будете сказать, есть состав или нет. Если нет, то какой части нет. Один преподаватель, одного преподавателя очень достал один студент. Вот, ну, прям вот, знаете, преподаватель по-петражитскому испытывал очень сильные эмоциональные переживания, когда видел его лицо, его обличие. И когда этот студент пришел ему на зачет, преподаватель улыбнулся, ничего не спросил и поставил неудовлетворитель. И говорит, придешь на комиссию. Есть ли в данном деянии, это деяние, состав правонарушения? Прошу написать, да или нет. Если есть какие-то вопросы к информации, я могу дать дополнительно. Можно спросить, а чем именно его раздражал студент? Или может, это расслушиваете? Чем раздражал? Да, чем временно. Ну, знаете, морда такая, ну, знаете, прям. Ну, если просто внешний вид, то нормально. Нет, не внешний, я вам скажу. Дело в том, что когда человек входит в это состояние эмоциональное, он не может рационально мыслить. То есть преподаватель даже, вот, ну, видит, ну, вот, пусть его переворачивает и все. И он говорит, стя, два. То есть в данном случае вот так. Да. Да, студент все ответил, а преподаватель усмехнулся и поставил ему ванную. То есть студент все хорошо выучил, все знал. Итак, премия стекло. Я прошу поднять руку того, кто не справился с этим заданием. Причина? Потому что вся структура этого рассказа будет меня в ступор. Потому что частично, с одной стороны, мне кажется, тут есть все, а с другой стороны, мне кажется, тут чего-то нету. Но я не могу 100% говорить, что тут есть все, потому что я еще не вернуться полностью, прошу собрать ее. Спасибо. Подавите, пожалуйста, руку, кто понимает, что он сказал. Ну, я понял, что какая-то трудность. В чем трудность заключается? У него есть сомнения, и он не может от них обрабатываться. Сомнения в чем? В том, правильно ли он все, как хочется сказать, принимает, но это, наверное, все это сказать, чувства. Правильно ли он все, то есть у него есть какие-то чувства? Да. И одно или несколько? Несколько. Ну, давайте по-петражитскому. Значит, у него есть несколько чувств. Да. Они противоположные, так как. Да. И он не может что? Не может понять, какому чувству довериться. Этому или этому? Да. Спасибо. Это корректно? Я не совсем понял, понял ли он то, что я имел в виду. Он сказал. Да. Вы слышали? Да. Это ваше? Ввиду того, что я не сильно еще до конца понял, что это именно мое, я не могу сказать, это ли мое. Скажи, он вам помог? Нет. Нет. Да, вы хотите помочь? Я считаю, что его точка зрения касается того, что... Смотрите, давайте так. Значит, результат вашей речи, чтобы он выполнен задать. То есть объяснить ему, что не так, ну, чем помочь ему. Ему не хватает детали, чтобы понять состав, то есть правонарушения, и осознать для себя, включается ли это правонарушение в состав или нет. Спасибо. Ну, ключевое слово детали. Надо какую-нибудь деталь вам дополнить? Дополните деталь? Спасибо, спасибо. Какую деталь надо дополнить? Я дополню. Какого пазла не хватает? Я не знаю, какие детали имеются в этом рассказе, поэтому... Все. Вот вы мне задаете вопрос, если дам вам эту деталь. С какой цели был поставлен? Цель... Две цели. Две цели, чтобы так никогда больше не было, а вторая для эмоционального переживания. Чего? Ну, преподавателя, конечно, своего. Позитивного эмоционального переживания. Да, месть, так называемый месть. Он такой... То есть, что другие так не делали никогда. Ну, превентивная функция. И для эмоционального, потому что у него есть напряжение в душе у преподавателя. И тут произошла разрядка. Он такой... Пришел домой и говорит... Этот элемент вам помог? Да, частично. Частично. Частично, значит, нет. Значит, нет. Значит, нет. Что вы хотите? Студент отражал преподавателю просто своим гидом, признанием или тем, что он что-то делал? Ну, лицом делал. Ну, так вот. Ну, всегда действует, да. Знаете? Ну, каким-то действием, конечно. То есть, само по себе тело, оно ничто. Разве можно раздражаться дубом? Если это не человек? А вот если... Если он вас как-то обзывал или мешал... Вообще, я тут нет. В этом кейсе меня нет. Он не обзывал. То есть, ну, преподаватель, ну... Преподаватель. Я даже не знаю. Как называть, когда преподаватель гонит на студент? Как же? Из-за чего это? Можно просто назвать это личной неприязнью преподавателя. Да. Личное неприязненное отношение. Значит, внезапно возникшее личное непри... Длительно возникшее глубокое личное неприязненное отношение. А что я сейчас делал? А это вам раскрывал. Все, или нет? Кто может помочь? Да. Вы решили? Я не могу. Да, нет. Нет. Ну и ладно. Тогда... Давайте тогда следующее. Значит, вот... Вот девушки и вот пятеро девушек сейчас скажут свои идеи. Вы на них будете смотреть и выберите одну идею самую неправильную. 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 Пожалуйста. Я считаю, что есть в плане власть, как преподаватель... Что записано у вас? А? Записано что? Да. Да? Да. А мы все решили. То есть, все есть? Весь состав есть. Весь состав есть. Итак, да. Нет. Нет. А, есть или нет? Нет? Нет объективной стороны. Нет. Нет субъективной стороны. Прошу громче. нет потому что нет объективности спасибо все есть все есть похоже будет приговор в конце выберите первый сказал да есть нет просто кому интересно что вы хотите в данном случае она говорит да есть состав одна говорит нет потому что объективные стороны нет другая потому что нет субъективность и 3 говорят что есть состав полностью кого вы выбираете одна говорит нет объективным другая говорит нет субъективным и 3 говорят что все есть кого вы выбираете зачем его спросил он же не умеет играть а я за счет чтобы учить вас мы есть такой педагогическая жилка и все время хочу людей чему-то научить вы понимаете что у вас вы с трудом выбираете если человек сделает выбирает сейчас плохо выбирает всегда плохо сейчас и плохо вы можете выбрать хватит мне удавить я сам и так три говорят что все окей должен сидеть вторая одна говорит что нет объективной стороны и она говорит что нет субъективность просто вы видите все итак нет объективной стороны кто это руку поднимите итак она сделала вот так а передумали уже хорошо поднимите пожалуйста руку кто считает что в данном кейсе нет объективной стороны нет объективности хорошо кто говорит что нет субъективной стороны кто кто вы да девушка поднимите руку кто говорит что нет субъективной стороны вы держите свой тезис сплавляетесь держит поднимите пожалуйста руку кто считает что здесь есть субъективная сторона субъективная сторона состоит в том что преподаватель намеренно хотел завалить студента то есть здесь умысел есть там слово завалить поднимите пожалуйста спасибо поднимите руку кто не понимает эту критику да то что он говорит почему здесь есть субъективная сторона мы считаем что у преподавателя у которого есть психологическое отношение к этому студенту то есть он умышленно поставлен незачем корректно вы понимаете его критику согласны да и все хорошо поднимите пожалуйста руку кто может защитить этого бедного преподавателя я понимаю вы студенты и вам кажется что правда только на одной стороне ну кто может взять на себя почетную очень почетную роль защиты преподавателей бесплатно пожалуйста но преподаватель хотел повысить уровень образования у данной группы людей и то есть если он говорит человеку кто съедет на комиссию и сейчас не получит балл это говорит о том что человек будет еще больше учить и получит еще больше знаний то есть это не вредное это социально полезное деятельно в каком-то плане поднимите пожалуйста руку кто не понимает эту идею да пожалуйста спросите у любого поднимите руку кто понимает спросите у того кто понимает не много но есть не 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 вы не вы вот парень парень выберите нет нет не вы не вы не вы не вы же понимаете нет поднимите можете там у вас ноги есть пожалуйста знаете нет ножек нет мультиков поднимите руку кто понимает эту позицию кто понимает выберите выбери человека и все это человек кого как вы адектируете лаура не не да 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 вы понимаете Как вы поняли его идею? Ваше отношение вообще никому не нужно. Сейчас нужна его идея. Его идея понятна? Как? Что он говорит? О том, что в каком-то понимании можно представить себе, что преподаватель сделал благо тем, что заставил при студенте очень больше. Корректно? Да. Поднимите, пожалуйста, руку, кто считает, что что-то здесь не так. Пожалуйста, выберите. Вся ситуация, она произошла уже в стаканившейся среде, где для студента была прописана норма того, сколько он должен вообще выучить. И, как я понял, в студенте есть лейция. Норма была выполнена. И преподаватель не имел права требований больше. Должен был адекватно на себе. Ну, смотрите. Его идея такая. Например, родитель наказывает ребенка. Он причиняет ему страдания? Да. А он делает два блага ребенка? Да. Он нарушает родитель право на телесную неприкосновенность ребенка. Или даже ставит его в угол, а это вообще статья укашная. Это ограничение свободы. Он нарушает нормы родителей? Как? Разве можно ли человека ограничить свободу в углу? Ребенок может быть. Как? Ребенок же не человек, разве? Конечно. Но на самом деле нет. Вот он говорит, что в данном случае норма формально нарушена, но дух нормы сохранился. То есть преподаватель дает благо студенту. Правильно я понимаю? Да. На это есть возражение? Да, есть. Какое? Студент не совершил ничего плохого. Наоборот, он и без преподавателя хорошо справлялся. Ребенок же, где его наказывают, уже совершил нечто, на что нужна была реакция в виде наказательного. Хорошо. Я предлагаю проголосовать. У нас есть две позиции. Первая позиция. Так, значит, это ваше стало. Значит, преподаватель не виноват. А вторая позиция. В действиях преподавателя есть состав правонарушения. Подвините, пожалуйста, руку, кто не понимает идею. Можно, девушка, на самом последнем ряду? Вы понимаете, что сейчас будет происходить? Что будет? Какие позиции? Можете озвучить? Окей. Итак, я прошу... Это оправдательный вердикт, да? И обвинительный вердикт. Я прошу аплодировать тех, кто за оправдательный вердикт преподавателю. Спасибо. А вы не будете? А, поэтому у меня не ущерба, я как будто сказал. Давайте еще раз. Хоть совсем уж, чтобы не было. Поднимите, пожалуйста, руки, кто за оправдательный вердикт преподавателю. Зачем я? Хорошо, спасибо. Поднимите, поаплодируйте, пожалуйста, кто за обвинительный вердикт преподавателю. Спасибо, до свидания. Спасибо. 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 Продолжение следует...